Продолжение следует... В принципе, такие короткие прически нет смысла делать плашками. Потому что Вы просто можете запечь их на Mesh и использовать Normal Map для придания объема. Как я показывал в предыдущей части. Поэтому, давайте сделаем немного длиннее данную прическу и я начну рассказывать о своем Workflow. Длину волос можно увеличить двумя способами. Первый способ увеличения длины в GuideFromSurface с помощью параметра GuideLength. Если при изменении длины у Вас нарушилась структура прически, то заходим в EditGuides и нажимаем RetargetChanges. Второй способ назначения Length модификатора и увеличения длины с помощью него. Я рекомендую его назначать после HairFromGuides модификатора. Если у Вас Production волосы или мех. Так как тогда Вы управляете длиной сформированных волос, а не длиной гидов. То есть, Вы можете получить разные результаты в зависимости от расположения самого модификатора после EditGuides или после HairFromGuides. Итак, назначаем Length модификатор и немного изменяем его параметры. Добавив хаотичный рост волос с помощью Randomize и увеличив длину с помощью Length. В итоге получили такую длину и теперь поговорим о моем Workflow для создания GameDF волос. Итак, удаляем HairFromGuides, так как в данном случае он нам не нужен. Затем в MeshFromStrands ставим плашки и NumbSides равно 2. Итого у нас получается 29000 треугольников. Естественно, в любой момент это количество можно оптимизировать с помощью метода, который я показывал ранее. Суть моего Workflow заключается в том, что я разделяю всю прическу на группы в EditGuides. Давайте, для этого выключим все модификаторы до самого первого EditGuides и приступим к назначению групп. Как вы помните, выделять гайды можно двумя способами. Просто курсором в root режиме или в режиме кисти, выбрав SelectBrush. Мне кажется, второй метод более удобный. Выделение делаем с зажатым Ctrl, ибо иначе оно будет сбиваться. А с помощью Alt можно его снимать. Итак, выделяем часть челки и назначаем первую группу через UseGroups в EditGuides. Затем в режиме Root инвертируем все выделения и назначаем вторую группу. Потом выделяем любую из боковых частей и назначаем третью группу. Пока это пример, поэтому сильно не заморачиваемся. Прежде чем начинать создание прически, я подробно хочу рассказать о принципе работы с группами для GameDev. А вот для начала получили три группы. Теперь включаем все модификаторы и в RenderSettings увеличиваем радиус, чтобы получился примерно такой результат. Естественно, любые пустоты можно закрыть в дальнейшем, простым добавлением дополнительных гидов. Так вот, имея несколько групп, вы можете применять отдельные модификаторы конкретно какой-то группе. Просто указав ее номер в ApplyToGroup. Чтобы не путаться в группах, я обычно переименовываю модификатор и добавляю к его имени цифру группы, к которой он применен. Давайте добавим RenderSettings для второй группы. В GameDev всегда выбираем preset Full. И теперь мы можем управлять отдельно радиусом второй группы. То есть, как вы уже поняли, суть моего workflow в том, что я для каждой группы создаю свои параметры. Тем самым, имею удобное управление отдельными частями прически. Это очень удобно и таким образом, можно задавать разные стили и настройки отдельно для каждой группы. Всегда, когда начинаю работу над GameDev волосами, я создаю две сцены. Первая для создания волос, вторая для запекания на Plane. Сейчас я расскажу о том, что я делаю во второй сцене. Для начала, я открываю еще один 3ds Max и создаю новую сцену. Затем, создаю Plane, чтобы было видно, что происходит в сцене и меняю разрешение на 1024x1024, чтобы получился квадрат. Чтобы вы понимали, это и есть UV-квадрат, на котором мы будем располагать волосы. Затем, выбираю Render V-Ray, так как в данный момент у него лучшая поддержка Ornatrix и замечательный шейдер для волос. После чего, нажимаю Ctrl и C, чтобы создать камеру данного вида и выравниваю ее таким образом. Существует три метода запекания волос с помощью Ornatrix. Первый. Рисуем сплайн или несколько сплайнов. Объединяем их в один объект с помощью Attach Multiply. Применяем Resortix Form и затем этот объект конвертируем в Ornatrix с помощью пресета HairFromCurves. Ground Strands можно удалить, так как у нас нет привязки к объекту. И начинаем работу с этим объектом, назначая любые модификаторы. Обязательно применяем Strand Multiplier и настраиваем его таким образом, чтобы получить пучок волос. Второй метод это использование HairFromMeshStrips модификатора. Плейны для модификатора получаем с развертки. То есть, когда у нас есть готовая прическа и с нее мы получаем развертку. Например, если сейчас конвертировать данную прическу в Edit Poly и назначить Unwrap. Мы получим три плейна для HairFromMeshStrips. Потом к этим плейнам применяем HairFromMeshStrips и потом уже все стандартно. Третий метод это обычно создание плейна и выращивание волос из него с помощью пресета Furball. После того, как появились волосы, удаляем HairFromGuides и приступаем к редактированию. Вы можете спросить, а зачем этот метод, если можно использовать предыдущие? Его преимуществом является возможность в любой момент выращивать волосы на плейне, не рисуя при этом сплайны. То есть, получать отдельные пучки, разбивать их на группы и работать отдельно с каждым. Естественно, вы можете добавлять сплайны и благодаря этой возможности данный метод является универсальным. Причем, вы можете выращивать несколько гидов по сплайну. Затем, если назначить данному сплайну первую группу, а остальным вторую и ниже EditGuides добавить StrandDetail для управления детализацией, а поверх StrandCooling, вы можете влиять только на данный сплайн, используя номер его группы. После чего, добавив к нему StrandMultipler, вы можете получить такой пучок волос. Таким образом, мы получаем возможность создавать уникальные пучки и можем управлять каждым по отдельности. Перед запеканием, обязательно скрывайте plane. Благодаря Ornatrix, в любой момент можно редактировать эти пучки волос, а также группу волос в другой сцене. Таким образом, вы можете получить несколько вариаций одной прически. Итак, с теорией разобрались, приступаем к практике. Обычно начало работы я начинаю с продумывания того, сколько видов пучков волос будет на текстуре и на сколько групп будут разделены основные волосы. Для начала создадим два типа волос. Короткие для основной части и длинные для челки. Открываем вторую сцену и приступаем к созданию задуманного. Камера, как вы помните, смотрит сверху. Для коротких волос создаем plane и назначаем на него hair from mesh strips object. Скрываем plane для удобства и приступаем к редактированию волос. В viewport hair ставим 100%, а количество волос для начала равным 15. Далее обычно я назначаю Strand Length модификатор, чтобы задать вариацию длины для большего реализма. Для начала рандомность ставлю равным 0,5. Как можете заметить, волосы смотрят вниз. Чтобы это поправить, заходим под объект Strips в модификаторе hair from mesh strip и поворачиваем волосы в нужном направлении с помощью Rotate Strip Direction. Затем я назначаю модификатор Render Settings и настраиваю его таким образом. Увеличение толщины идет ближе к центру, а по краям делаем плавное затухание. Итак, для чего же делается такой эффект? Давайте зайдем в мой блог и перейдем по ссылке FaceRef. Откроется сайт, на котором можно рассматривать высококачественные фотографии лиц. Тем самым анализируя рост волос и их толщину. Давайте откроем первую девушку и увеличим волосы. Как видите, идет плавное затухание волос ближе к кончику и корню, а по центру они как бы визуально толще. В реальной жизни на самом деле это не так, но на фотографии как раз создается такой визуальный эффект. Именно его мы создаем благодаря редактированию графика радиуса, плюс если вы делаете production волосы немного кластеринга. Но сейчас нам он не нужен. Сайт будет полезным для тех, кто делает портретный рендер. Так как на нем вы можете рассмотреть любые детали. Итак, с этим разобрались, идем дальше. Так вот, для начала такого пучка будет достаточно. Главное запомните одно правило. Если вы хотите передвинуть данный пучок, анхидите plane и двигайте его. А также, ни в коем случае не удаляйте данный plane, так как волосы привязаны к нему. Также, обязательно учитывайте направление волос. Они всегда должны смотреть вверх, иначе анизотропик карта для Marmoset будет рендериться неправильно. Естественно, когда будете рендерить волосы, plane можно захидить. С помощью фриза добавим немного хаоса. В Render Settings немного уменьшим радиус. И количество волос в пучке ставим равным 50. Идем дальше. Для челки будем использовать сплайны. Рисуем несколько сплайнов такого вида. Затем, с помощью Attach Multiply объединяем их в один shape и делаем Reset X Form. А также, назначаем пресет Hair From Curves. Итак, в Guide From Shape ставим количество точек равным 30. Для повторения плавной формы сплайна. Ground Strength удаляем и поверх Guide From Shape применяем Edit Guides для редактирования волос. Затем, добавляем Strength Multiplier. Настраиваем его таким образом. И немного правим форму нижней части сплайна, чтобы не было слишком явного искривления внизу. Далее, для этих пучков в Rare Nutrics Mode отмечаем галку Dynamic Testization. И давайте сделаем тестовый рендер. Настройки рендера очень простые. В Environment отмечаем опцию GI Reflection Refraction Environment. Цвет ставим белый. Для теста достаточно выбрать прогрессив и поставить 10 минут. Color Mapping Linear Multiply. GI Broad Force Broad Force. В Settings ставлю Static. Материал V-Ray Hair & Tail и стандартный пресет Blonde Mudded. Нажимаем Render и получаем такой результат. Давайте для начала поставим меньший радиус для каждого из пучков. Еще всегда учитывайте важный момент. Так как размеры плашек разные, то к каждому пучку нужно подбирать свой радиус экспериментальным путем. Давайте увеличим количество волос в каждом пучке и сделаем рендер. Да, такой вариант мне нравится больше. Еще один важный момент, о котором я хочу рассказать это выключение трансмиссии для Bacon. В данном случае, в ней нет необходимости. Для того, чтобы выключить трансмиссию, заходим в настройки материала и ставим черный цвет. Также не забываем выключать зависимость второго рефлекшена от трансмиссии. Теперь немного настроим материал волос с помощью текстуры V-Ray Hair & Infotex. Данную карту загружаем в Diffuse, Primary Specular и Secondary Specular Texture. Если ничего не менять и нажать Render, то получим такой результат. Затем включаем IPR. И смотрим, как изменение параметра BIOS влияет на то, какой цвет будет доминировать. Если поменять Position and Long Stranded Output на Random By Strand Index, а затем сделаем контрастные цвета, то увидим, что цвет распределяется в хаотичном порядке относительно каждой волосинки, а не всей длины волос. Давайте теперь скопируем цвет волос в Secondary Specular в оба слота V-Ray Hair Infotex. Но цвет кончиков сделаем немного светлее. И вернем параметр Position and Long Stranded Output. Для начала этого будет достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует...